здравствуйте игнатий тихонович здравствуйте на вас пока не видно вот так я напоминаю что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против слушай говорите пожалуйста игнатий тихонович вот у меня такой вопрос я вас долго уже смотрю переслушиваю постоянно ролики и благодаря вам я вернулся в церковь снова и связи с приходом в храм я стал видеть вот эти вот все нарушения то что происходит и соответственно мне хочется ну сказать по слову божьему что идет и что происходит не так ну допустим я вот стал платить десятину но у нас храме торгуют поэтому я просто покупаю новый завет библии и отдаю как бы вот батюшке там храм пусть он там сам разбирается и как только я стал пробовать говорить что-то после по слову божьему меня стали как бы ну немножко так чураться как бы вот и вопрос такой должен ли я говорить или или же должен молчать потому что ну я вот вас смотрю и у вас такое как бы иногда вы говорите что нужно и молчать но тогда если молчать тогда какой смысл как бы это все будет продолжаться просто именно благодаря этому я как бы и ушел оттуда потому что там стали происходить те вещи которые меня просто испугали и я отошел на какое-то время вот и благодаря вам только я вернулся второй раз дело вот какое сергей и крестьяст это соломон он говорит время говорить и время молчать в новом месте находитесь приглядитесь пока молитесь больше познавай у нас материалы на наш сайт заходите я вам скидывал вы найдете там ответ на 4124 вопроса самым подробным образом и там отдельно найдете это разложено 55 папок церковь вы уровень свой поднимайте пока больше не лезьте не говорите иначе вас затопчут и все видите когда савла обратился его не принимали его варна вот и к привел а все остальные опасались его так что это естественно так что будьте внимательны это я в ту же церковь пришел где и был и причем мне говорят те вещи вот ну как которые говорили христу так же вот типа я говорю там слова что-то по священному писанию а мне говорят это у тебя от сатаны там ты там такой такой стихой как бы ну вообще обалдеть просто но не обалдеть не надо просто поймите что иисус и говорили что делает чудеса силы князя бесовского вильзевула что спрашивать о нас он горит меня гнали будут гнать вас меня слушали будут вас слушать всему свое время пока помолчите помолчите хотя бы до пасхи до пасхи молчите больше узнавайте молитесь станьте в уголок смиренно ведите себя священнику никому не говорите нигде ничего не говорите просто пришел от молился благословился и домой вы не утвержденная понимаете вас как порошинку сдует послушайтесь я просто говорю я вижу что у вас доброе настроение совесть у вас не испорчена вы можете большую работу сделать но вот что я говорю сделать и начинайте работать я вам уже материалы скидал свои там есть сайт сайт и сайт когда откроете там вопросы ответы кроме того книги я могу вам скинуть у меня тридцать восемь томов книг вышло там ответы тысячи проповеди мы сейчас готовим издание наверное пяти томник будет проповеди во свете святой библии такого никогда не было во свете святой библии там ссылок будет не меньше десяти тысяч примерно будет пять томов каждый том примерно 1300 страниц мы готовим огромный труд готовим это мои проповеди и занятия которые вел поэтому просто поберегите себя вот я вот чувствую что я вот сейчас школу звонарей открыл и что меня снова стало вот это вот настроение церковное вот это вот внутри которая там она снова стала как меня отталкивать я наверно думаю я помолчу наверно лучше помолчите нет не наверное определенно да благословит вас господь сергей вы сегодняшнего дня нигде не подходите поздоровался и все стой внимай что богослужение а с какого места что считают больше понимай а дальше господь покажет дорогу какую у нас был один да подал семинарию видите вы поберегите себя потому что вернулись туда не надо это звонарную школу это вы зря вы не посоветовались я бы отказал вам это не надо это ничего не дает у апостолов не было звонарей вот так держитесь то что имеете не разговаривайте никуда не лезьте где если есть какие-то занятия ведут там будете тоже молча приходите пишите и уходите поздоровался с кем дальше вы поймете изнутри как подойти будут у вас вопросы если будет возможность я вам отвечу я очень занят настолько заняться у меня я каждый день провожу больше 16 часов за компьютером каждый день я когда вот издавал эти у меня 38 томов то я больше 30 тысяч часов провел за компьютером вот это никогда к сколько пришли сейчас пишут горит тысячи людей горит пришли православие доктор богословия павел бочков пишет надо внимательно слушать что господь скажет вы на молитве с нами не бываете нет пока не а почему я вам сейчас скину вы сразу приходите через каждые два часа делается дозвон и тут по 10 минут молитву по 15 а утром полчаса и около 20 минут считается слово божие каждое утро кроме воскресенья я вам сейчас скину вы сразу позвоните куда надо вас подключать дадут вам посчитать правила вы скажите согласен там такое все строгое там ничего больше не такого нет вредного настоящие ну и поближе обратитесь к вячеславу семенову запомните его он начал с 0 с 0 и сейчас он учился семинарию кончил один курс ему сразу предложили два курса за год чтобы сразу на четвертый перейти у него биография такая блестящая мы с ним познакомились и как будто всю жизнь были знакомые он его надо еще вам какие вопросы решить по интернету по видео там записи или что-то по компьютеру он все знает у него огромное знание он в казани живет вот так я сейчас вам скину вы сразу же сам посмотрите и когда будете приходить в увидите людей кто молится и каждой молитва она будет вас вести на руках если у вас будут какие вопросы вот допустим занятия идут у нас тут кажется три раза в неделю но они ведут час а полчаса мне отдаются вопросы и ответы и вы всегда готовьте заранее вопросы я в аудио видео отвечать буду вам и ваши вопросы я уже заранее знаю они полезны для всех будут а себе ничего не рассказывать и не надо просто вопрос и спросите руководителя скажи мне вопрос можно задавать он скажет можно вы покажете смирение смирение это главная черта которой сатана боится как огня у него все есть все по его не ешь он не спит а когда сказали о смирении терпеть не могу да да вот я еще сглупил когда отходил от сетки то я вот сделал тату но господь наказал меня сильно очень за за это я вот сейчас прячу вот так вот хожу не показываю вот это плохо я знаю ну ладно у вас застегнут и всегда застегивайте версию пуговицу господь вас благословит все отхожу никуда не уходите я сейчас вам скину где нужно обратиться все спасибо я все скину а середина там середине там возьмете господи помилуй г г г г г г г г Продолжение следует... 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 Продолжение следует...